Путин готовит важное заявление на 9 мая об объявлении массовой мобилизации населения ради решающего удара по Украине. Daily Mail со ссылкой на министра обороны Великобритании сообщается, что одним из аргументов Путина об организации массового призыва населения в армию станет объявлением новой войны нацистам всего мира. Ну посмотрим, тут вставая, страна огромная будет, он там петь. Ну в общем-то как вариант, да, то есть ему либо застихариться на 9 мая и уехать куда-то в Севастополь, либо со знаменем там вперед, да, как на знаменитых полотнах. Посмотрим, будет это или не будет, если вы хотите мое мнение, вернее так, если вы спросили, на что ты поставишь деньги, то в данном случае я поставлю, что Путин этого не сделал. Да, у него может быть какие-то будут там яркие заявления, но не сделает так, как там сказано. То есть он чмошник, и для этого нужно пойти совсем другой дорогой, да, он чмошный, навряд ли он решится на это. Если он решится, значит он совсем с ума сошел, но деньги я поставлю все равно против этого, да, если кто-то готов ответить, я готов поспорить. Я не знаю, какой результат будет, что-то подсказывает мне, что он этого не сделает и никакой, там, что он должен объявить на 9 мая об организации массового призыва населения в армии, навряд ли он будет. То есть это мобилизация называется массовый призыв населения в армии, называется мобилизация, всеобщую мобилизацию он не объявит, я могу деньги ставить. Вот именно 9 мая не будет никакой всеобщей мобилизации, а там посмотрим. Так и сошел же с ума, сошел, но не до такой степени, как видите, он сошел-сошел, но не дошел. Будет порожняк гонять, да, порожняк, конечно, наверное, к 9 мая прогонит какой-то там, ура, вперед, долбить этих нацистов, нацистов. А на самом деле зачищают русских пацанов в огромных количествах, да, там уже под 30 тысяч уничтожил. Можете себе представить, это безумие какое, это целое поколение уничтожает. Путин анонсировал совещание Совбеза с участием Путина, вот это очень интересно, интересно, о чем они будут там говорить, вернее говорили. 29-го пройдет, значит, уже прошло совещание, и это очень-очень серьезно, потому что вторая волна, как мы и говорили, провалилась, и случилось это перед 9 мая, да. То есть к 9 мая он что-то должен был отхапать для того, чтобы там пройти там с фланговыми, с парадами и так далее, ничего не получилось. Вторая волна захлебнулась, какое будет решение. Сейчас он, они попробуют вот эти, член Совета Безопасности, стрелки на него перевести. Вы же понимаете, он будет искать виноватых. Они сейчас, ну мы же говорили, мы же вот там предупреждали. То есть вот такой сейчас разговор будет, гнилой такой базар. Очень это интересно и симптоматично. Москва не стала приглашать лидеров других государств на День Победы. А кто-нибудь приехал, они бы пригласили кого-то. А они бы приехали, что ли? Макрон, может, приехал, да? Шольц, может, приехал. Не, никто не приедет, ни на какой День Победы. Все это закончилось. Не, ну какой-нибудь Дадон, который никакой не лидер, ну приедет, если денег заплатят, да? А остальные нет. Берды Мухаммед приедет. Так он уже никто. Он уже никто, Берды Мухаммедов. Там сынок уже. Я понимаю, что папа там рулит своим сыном, как варионеткой, но официально-то он никто. В Крыму предложили провести украинских военнопленных на параде. В Севастополе, блядь, что-то. Я говорю, а в Украине надо в Киеве провести военнопленных российских, да, с Веркой Сердюшкой, чтобы она и с автоматом их вела. Вот, жуть, конечно. Предполагается объявление мобилизации, я не верю в это, но неспроста, а может быть мне, как водителю автобусского государственного предприятия, прислали и это. В Севастополе, сообщаю вам, что для обеспечения филиал трудовыми ресурсами во время мобилизации и в военное время необходимо оформить отсрочки от призыва на военную службу следующим сотрудникам автоколонны. Дальше идет перечисление. Прошу вас дать распоряжение начальнику отдела эксплуатации, донести информацию до данных сотрудников и так далее. Ну, вполне допускаю, но 9 мая, я говорю, я не верю, что объявит Путин мобилизацию 9 мая. Путин и Зеленский приглашены на саммит Большой Двадцатки, но Путин, если на саммит Большой Двадцатки поедет, то, наверное, только виртуально, только виртуально поедет. Ну, стыдно, что русские, как никогда, почему вы этого стыдитесь, этого зря, ни в коем случае этого стыдиться не надо. Вы же не поддерживаете Путина, вы же не с Путиным, так почему вы должны этого стыдиться? Ни в коем случае вы должны гордиться, что вы русский и вы не с Путиным. Представляете? То есть, вся вот эта вот мразь сумасшедшая, которая, блядь, с Путиным, да? А вы лучший человек, понимаете? То есть, есть вот это, блядь, говно, понимаете? И есть, как и в любом народе, очень хорошие, приличные люди. Вот вы и есть те приличные, хорошие люди, потому что вы не с Путиным. Сейчас это очень легко отделить, понимаете? Как бы еще вот можно было разделить людей на людей и не до людей, да? Вот именно так. С Днем Г joins… В Днем Г С Днем Г Путиный